Всем привет! Сегодня посмотрим, что это такое. Это, короче, пескоструйная установка на 19 литров, модель 1.1 от производителя Сорокин, инструмент с именем. То есть, ну, в принципе, брендовая вещь. В комплекте, собственно, керамические сопла, еще набор дополнительный, сменные. Ну, как бы так он выглядит, в общем-то, баллон весьма интересный. Мы купили кварцевый песок мелкой фракции для него, для пробы. Ну, вот, как-то так. На аппарате есть влагоотделитель с манометром, но единственное, нам пришлось купить штуцер под провод, под компрессор, потому что заводская комплектация была вот с таким вот переходником просто под шланг. Ну, у нас есть компрессор, у нас есть провод, поэтому мы перекрутили на соответствующий штуцер. Ну, что, сейчас зальем песка, дособираем это все, попробуем, что это такое. Вот, в комплекте идет еще лейка, и вот, короче, такая непонятная фигня, наверное, этот кукол-клан. В принципе, я не знаю, завязок никаких нету, но тема весьма прикольная. То есть, стекло видно, хотя, по-моему, вот сюда вот будет просто песок, ты там в нем и задохнешься в этом колбаке, может, как-то ошенишь какой-то, хрен его взять. Ну, короче, в любом случае, это прикольная фишка, достаточно приятная, с крючком, не знаю, везде ли оно так в комплекте идет, ну, попробуем, как оно работает. Так, стенка засыпной, заливной горловины достаточно толстая. Так, в общем-то, тоже похоже на толстый. Ну, что ж, пробуем. Так, мелкий варцевый песок. Не знаю, нам сказали, что для ласковой обработки нужен мелкий песок, мелкая тракция, ну, попробуем. Для пробуем мы взяли 50 килограмм, я думаю, что они сегодня живут тут. Ну, не знаю, не вижу смысла засыпать его полностью, на самом деле. Вдруг что-то пойдет не так. Наверное, хватит, там разберемся. На компрессоре у нас стоит 5 атмосфер. Он, в принципе, накачал уже. Ставим, наверное, 4 атмосферы. Тут шкала немножко неудобная. Это должно быть где-то 60 паскалей. Ага. Накачалось, примерно, 4 атмосферы. Ну, давай, попробуем. Твою ж мать! Вот, песок летит, конечно, жутко везде. Вот, но, в общем-то, походу, это хрен работает. Какая-то ремонтная вставка в автомобиле. Мы хотим его сейчас оббить, чтобы нормально грунтануть. Ну, в принципе, отбивает. Вот тут была попытка грунта. То есть, вот он ее прям сбивает хорошо. Ну, пробуем. Сейчас подача песка выкручена на полную. На манометре стоит чуть больше 4 атмосфер. Вот, обратного клапана, конечно, тут никакого нет. Я тебе проинтересовала. Короче, ее завязывать не надо. Достаточно заправить в майку. В общем-то, ну, блин, хоть в космос. А, нет, ковид-19, да. Вот у нас получилась матовая поверхность. Нам чуть-чуть помешал дождь. Но сейчас продолжим. Была она вот такая вот. Ну, нам что-то подсказывает, что на вот такую поверхность грунта ляжет гораздо охотней. Ну, продолжим отбивать. Была первая проблема. Нам, походу, дали нечистый песок. Вот этим камнем забилось сопло. И мы потеряли вообще весь напор. Ну, вот сейчас почистили. Сейчас продолжим. Блин, опять забилось. Эксперименты. Давай. Смотрим. Древняя лопата от ржавчины. Ну, в общем-то, в принципе, неплохо. Так, лопата, которая два месяца была в засохшем растворе. Ну, в общем-то, тоже раствор сбиваем. Наличник деревянный, старый. Ну, почти ровненько. Обработать наждачкой можно заново красить. Ну, прикольно. Вот рубрика эксперименты у нас, в общем-то, закончилась. Вот так вот он делает пластиковый бутылку. Он дырку не пробил. Очень старая алюминиевая кастрюля. Причем он тут отбивал не ржавчину, а жир, по большому счету. Вот. Но мы пришли к выводу, что, короче, нас кинули с песком. Потому что тут, ну, как-то не очень похоже, чтобы это была одна фракция. Вот. На самом деле, если просеять, то можно и обычный речной песок строительный брать. Я так думаю, оно должно пойти. Вот. Потому что этим песком очень много забивается. Ну, и для игрушек с таким соплом, 3,5 сопла там сейчас стоит, очень большой расход получился. Ну, вот. Что, имеет место быть. Продолжение следует...